На данный момент Black and White для меня является лучшим симулятором бога, переплюнуть который пока не удалось никому. В свое время немало геймеров убивало часы, переигрывая в данную игру по 2-3 раза, пытаясь отыграть по иному сценарию, дабы предстать перед своими неписями в разном облике, и в добром, и в злом, а то и в уравновешенном. В начале следует поведать, что из себя здесь представляют боги. Бог это некая энергетическая сущность, которая рождается молитвой, а питается верой. То есть пока есть почитатели, сущность живет, если их не станет, то и она умирает. Сущность могущественна, но не всесильна, пределы ее могущества распространяются только в областях веры, и чем ее концентрация выше, тем больше территория власти. Играем мы роль такого бога, рожденного молитвой с просьбой о помощи. Помощь попросили греки, которых злобные ацтеки вот-вот должны были бы истребить. Но вмешиваемся мы и портируем уцелевших на свободный остров, и начнем возрождение нации. Вначале выбираем нашего аватара на земле, того, кто будет нести волю нового бога и вести народ. Выбор пойдет на четырех зверей, льва, гориллу, волка или корову. Каждый из них что-то делает лучше, чем другие, и к чему-то более приспособлен, хотя об этом и не упомянуто. Даже корова любит больше хлопотать по хозяйству и лучше это делает. Из еды предпочитает растительность. Волк, естественно, любит мясо, хотя его можно и пшеницей накормить, только возможно он ее обратно вернет, не переваренную. За огородом наблюдать также не его, он больше любитель побегать и поиграться, тем самым становясь этаким воином-атлетом, дабы в нужный час погоняться за врагом и порвать его длинными когтями. Выбрав героя, назовем его так, мы попадаем в игру, а именно обучение, причем оно тут действительно нужно, так как проект предоставляет кучу возможностей, и всеми ими необходимо овладеть и понять, дабы чувствовать себя как рыба в воде. Так как Black and White совмещает в себе несколько жанров, это стратегия, РПГ и немного от симулятора жизни, вроде симпсов. В графическом плане также ничего не вызывало нареканий, даже мелкие детали для своего времени прорисованы были довольно неплохо. Поначалу, правда, были некие проблемы с виртуальным интеллектом наших подопечных, особенно зверушки, которая так и норовила застрять в стене или между зданиями. Затем его подправили, но иногда конфузы все же случаются, правда в большем случае у компьютерного оппонента. Но особое впечатление производило осознание того, что этот мир как бы живой. Жители нуждаются в еде, сне, проживают свои жизни, старея и умирая. Зверушка из маленького детеныша превращается в огромного здорового зверя, или толстого и ленивого, смотря как его воспитать, об этом позже. Да и наша сущность также меняется и меняет своим присутствием этот мир, превращая его в Эдем с добрыми жителями и паладинами войски, или выжженную пустошь с этакими кровожадными убийцами. Игра разбита на несколько уровней, каждый уровень представляет из себя остров, на котором с одной стороны появляются через портал наши поселенцы, а на другом уже находится город врага. Между ними также расположены городки поменьше, и в основном в начале они нейтральны. Цель соответственно стать единственным правителем, склонив всех в свою веру. Для этого у нас есть два пути. Первый доказать, что у нас им будет лучше жить и слаще спать, то есть отстроить красивый и безопасный город, где все есть и этого всего достаточно. В этом случае жители нейтральных поселений снимаются с места и бегут к нам. Во втором устроить крестовый поход и сказать, что или они с нами, или против нас, подчинив всех силой. Правда в любом случае со столицей придется помучиться, так как она владеет своими постройками, повышающими веру своего правителя, или защитными сооружениями и войсками, которые способны противостоять нашей армии. Для достижения любой из побед нам необходимы ресурсы, которых тут три вида. Дерево, камень, еда. Первые два нужны для строительства, последний для питания населения, причем от него зависит долголетие жителей, то есть если еды мало, то они быстрее стареют и умирают. И появление нового населения, опять же лишние рты ни к чему, если и себя прокормить не сможешь. Все ресурсы народ добывает сам, без нашего вмешательства, да и в большинстве случаев другую работу выполняют без указки, то есть это такая стратегия непрямого контроля. Но мы сможем и самолично назначить людей на работу, выбрав кто что будет делать, и они до конца своих дней будут этим заниматься. К тому же в своем домене наш дух всевластен, и мы можем сами собрать урожай или выкорчевать деревья, перенеся их на склад, это даже во много раз быстрее. Но стоит помнить, что в таком случае мы теряем процентов 25 от количества ресурсов. Строить здания мы также сможем только на своей подвластной территории, при этом выбрав что нужно, мы только закладываем фундамент, остальное делают люди. Ну или мы опять же с потерями в ресурсе. Увеличить веру можно, строя спецстроения, вроде храмов, которые значительно раздвигают границы, тем самым повышая нашу мощь. Хотя как бы огромной ни была наша территория, без божественной прокачки тут не обойтись. Процесс прокачки тут можно поделить на два типа. Повышение нашей сущности из башка в бога, и взросление нашего зверя. В первом случае при выполнении главных и второстепенных квестов нам будет капать дань. Этакая внутриигровая валюта, которую мы сможем потратить на улучшение нашей сущности и империи в целом. Данные улучшения также можно поделить на городские постройки, лесопилка, бар, университет, ясли и так далее. Все они помимо увеличения привлекательности города будут помогать в быту. В яслях обитают дети, они бегают по улице мешая работать. Плюс мамочки также отправятся на работу, они будут следить за чадами. В доме престарелых доживают старые люди, а освободившуюся квартирку использует кто-то молодой. Далее магия. Исцеление, фейербол, щит и другое. Колдовать будем мы, и делать это мы сможем только на подвластной нам территории. Правда для этого необходима мана, которая накапливается молитвами к нам. И чем больше неписей посещают алтарь, тем быстрее идет накопление. Злые боги смогут еще и приносить в жертву людей. Следующие чудеса света. Их четыре. Сирена, ураган, землетрясение и вулкан. После покупки и постройки чудо нужно зарядить. Это делают люди опять же молитвами. После можно жахать. Ну и в конце покупки для нашего питомца. Его также можно обучить магии и улучшить его способности. Сам же питомец тоже не сидит на месте и не ждет, пока мы ему что-то купим. В начале игры попадает он к нам еще детенышем, но по мере прохождения зверь взрослеет. То есть переходя из миссии в миссию, он не начинает с нуля, а продолжает развитие. Также и наши покупки за дань переходят на следующий остров. Зверь качает свои характеристики путем труда, причем чем больше он это делает, тем лучше у него это выходит. Так отправив его воевать, поначалу ничего хорошего не выйдет, зато потом он станет мастером и будет разрывать врагов на куски. Причем по мере взросления питомец меняется, и если он в большей мере помогал жителям, то тот же волк будет белым и пушистым, тогда как злой станет черным с огромными клыками и когтями. Некоторым привычкам должны обучить его мы, и чем зверь старше, тем больше всего он сможет делать. Но мы должны выбрать, что ему можно. То есть можно ли ему кидаться какахами, есть врагов, собирать ресурсы и кучу всего еще. К сожалению они есть. Во-первых это искусственный интеллект врагов, точнее его отсутствие. У противника есть шанс с нами справиться только в начале партии, пока мы только возводим город. Потом все его попытки будут разбиваться о стены, так как тактики наступления у него нет, что построит, то сразу бросает в бой. Ну и во-вторых, только два из четырех чудес света действенны, остальные бесполезны, а стоят дорого. Освоить Black & White легко, но чтобы понять его полностью, придется провести в нем немало времени. Только после этого он раскрывает все свои секреты, и играть становится комфортно и весело. Рекомендую фактически любому геймеру, почему-то кажется, что каждый найдет в нем что-то привлекательное. Ну а если затянет, то можете ознакомиться и с первой частью. Так как вторая хотя бы завелась своими новшествами, но некоторые возможности из первой так и остались в ней не реализованы. А на этом все, всем удачи и подписывайтесь на канал.